Уважаемые друзья, сегодня у нас 11 сентября, мы собрались здесь, чтобы объявить итоги летнего национального экологического рейтинга. Как вы помните, мы публикуем рейтинг 4 раза в год, это весной, летом, осенью, зимой и еще, скажем так, финальный рейтинг по итогам года. Сейчас мы объявим результаты летнего национального экологического рейтинга. То, что мы видим в нашем рейтинге. Первую десятку возглавляет в топе, первая это у нас Тамбовская область, вторая Алтайский край, третья Белгородская область, четвертая Республика Алтай, пятая Москва, шестая Магаданская область, седьмая Курская область, восьмая Мурманская область, девятая Ульяновская область, десятая Республика Коми. Что здесь хотелось бы заметить интересно? Дело в том, что у нас Белгородская область поднялась на одну позицию и возглавила тройку наиболее чистых экологических субъектов Российской Федерации. Кого мы видим в аутсадерах? 85 место Иркутская область, 84 место Свердловская область, 83 Челябинская область, 82 Республика Саха, Якутия, 81 Нижегородская область, 80 место Забайкальский край, 79 место Оренбургская область, 78 место Красноярский край, 77 место Омская область, 76 место Московская область. Что хотелось бы сказать про замыкающую десятку в нашем списке национального экологического рейтинга. У нас просто нет в математике столько последних мест именно в этом сезоне. Потому что для нас для самих достаточно удивительно увидеть Иркутскую область ниже, чем Свердловская, Челябинская, Республика Сахая, Нижегородская. Потому что то, что происходит сейчас и происходило все это лето, это пожары, это паводки и наводнения, они сыграли вот такую роль. Мы бы, наверное, поставили сразу несколько субъектов прямо в одну строчку. Но, к сожалению, так у нас не получается. У нас 85 строчек. Безусловно, если подводить экологические итоги лета 2019, то главными событиями были лесные пожары и наводнения в сибирских регионах. Больше всего пострадали Иркутская область, Красноярский край, Республика Сахая, Якутия. И горели в основном северные территории, приближенные к полярному кругу и удаленные от населенных пунктов. Тушить эти пожары, с нашей точки зрения, все равно нужно. И, в общем-то, решение о введении чрезвычайной ситуации, которую принял президент Владимир Владимирович Путин, правильным. Может быть, немножко запоздало, потому что уже 2 миллиона гектаров горело в Сибири. И эти пожары, дымы этих пожаров достиг Урала, перевалил Урал. Жители Уфы и Казани уже ощущали то, что горит там, на севере Красноярского края и Якутия. Безусловно, именно в основном поэтому Иркутская область упала на последнее место в списке. Это случилось впервые. Красноярский край также остался в десятки худших. Снизились показатели Республики Бурятии, Забайкальского края. И, к сожалению, этим регионам, в первую очередь Иркутской области, досталось не только от огня, но еще и от воды. Мы кратко провели презентацию итогов летнего национального экологического рейтинга. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопрос. Тимур, подскажите, пожалуйста, Московская область за лето поднялась в вашем рейтинге на три позиции. С чем это вообще связано? И можно бы какие-то услышать от вас комментарии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хотел бы сказать, что Московская область за летний период показала свою открытость. Московская область поднялась на три позиции в национальном экологическом рейтинге. Все мы видим то, что успешно реализуется на территории Московской области программа раздельного сбора отходов, два бака. Также проекты успешно реализуются по рекультивации старых полигонов. Что мы видели год назад и что мы видим сейчас, есть разница. Это влияет на рейтинг. По нашим подсчетам, с 1 января 2019 года по сегодняшний день около миллиона тонн отходов не попало на полигон. Это большой плюс для региона, он учитывается. Также создано 6 новых особо охраняемых природных территорий, что также благостно влияет на общую картину Московской области. Введена система экологического мониторинга. Красная книга почв, что нельзя в каждом месяце сейчас строить, застраивать. И бизнес не может влиять на природу Московской области. И на наш взгляд, если власть также будет открыта и будет также продолжать улучшать уровень и качество жизни населения на территории Московской области, мы навряд ли увидим в десятке худших регионов России Московскую область. Федор, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ситуация с Мурманским торговым портом повлияла на позицию Мурманской области в национальном рейтинге? Спасибо за вопрос. Мы действительно получаем массу обращений по городу Мурманск по ситуации вокруг Мурманского торгового порта. Действительно, ситуация с угольной пылью непростая. Сейчас присоединились обращения по поводу шума вокруг деятельности Мурманского торгового порта. В настоящий момент окончательного влияния на ситуацию с рейтингом, ситуация вокруг спорта не привела к изменению, потому что не все судебные иски еще поданы и подготовлены, которые запланированы истцами. Но я думаю, что в ближайшее время, в следующем рейтинге, мы проведем анализ всех судебных процессов вокруг Мурманского торгового порта, и бесспорно это повлияет на ситуацию с положением Мурманской области в рейтинге. Уважаемые коллеги, у меня вопрос. Ваше отношение к опубликованному списку Министерством природных ресурсов Российской Федерации к городам-загрязнителям? Проект доклада Министерства природных ресурсов был опубликован в августе месяце и вызвал у нас ряд вопросов. В первую очередь мы не увидели в списке наиболее загрязненных городов Российской Федерации таких известных уже, называвшихся президентом городов, как Челябинск, Магнитогорск. Там же нет и Нижнего Тагила, Карабаша, Дзержинско-Нижегородской области. В этих городах уровень загрязнения атмосферы настолько высок, что там жить невозможно. Да, там становится лучше, мы это тоже признаем. Но при этом, если сопоставлять выбросы, которые есть, взять тот же самый Карабаш, предприятие, расположенное в непосредственной близости от населенных районов, в самом городе практически находится. В общем, мы готовы дальше вместе работать с Министерством природных ресурсов, будем вносить свои замечания, свои комментарии к той информации, которая в проекте доклада была представлена. Надеюсь, что в финальном варианте этот доклад вместе над ним будем работать. Добрый день, уважаемые коллеги. Комментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Вот то, что Вегас, Кунсово наносят большой вред Флоре, Фауне района. Вот эта ситуация учтена в вашем рейтинге или нет? Тоже очень любопытный вопрос. Национальный экологический корпус совместно с «Зеленым патрулем» сейчас занимается анализом ситуации вокруг Вегас, Кунсово. Мы запрашиваем документы от государственных органов. Буквально на днях мы получили письмо из департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, который сообщил нам, что экологическая экспертиза, самостоятельная со стороны Росприроднадзора, не проводилась в отношении разрешительной документации. Это очень тревожный звонок, что мы можем сделать вывод, что не все было гладко при выдаче разрешительной документации. Вообще, чтобы было понятно, у нас нет экологически чистых регионов. Везде есть множество разных проблем. Обычно мы сталкиваемся с жалобами, обращениями от жителей, что как вы можете говорить о том или ином месте, допустим, субъекта, или Мурманской области, или Ивановской области, в рейтинге на таких позициях, если, допустим, нам нечем дышать. Это безусловно, но у нас, мы знаем, что везде есть экологические проблемы, но у нас 21 индикатор, по которому считается национальный экологический рейтинг. И, безусловно, где-то есть хорошо, где-то есть плохо, мы это признаем, но все-таки мы вынуждены считать какие-то средние арифметические показатели. Конечно же, мы знаем, что десятка лучших, безусловно, это очень хорошо, десятка худших нас будут ругать. Мы это понимаем, но у нас большая просьба, вы предоставляйте нам документы, мы же ведь запрашиваем не просто так. Как можно больше документов? И не надо нам рассказывать о детских, школьных рисунках, выставках, не нужно нам рассказывать, что у вас впереди будет. Когда будет, тогда мы зафиксируем это в рейтинге. У нас рейтинг считается в режиме онлайн. Больше того, мы требуем, мы не то, что требуем, мы выполняем требования Конституции 42-й статьи Российской Федерации, где каждый гражданин Российской Федерации имеет право на достоверную информацию. Так вот, когда нам присылают документы из субъекта и говорят, вот, занесите это в свой рейтинг, мы говорим, а вы сначала его опубликуйте, после этого мы его у вас примем, потому что жители должны знать своих героев. Субтитры создавал DimaTorzok